В общем, вчера ночью мой хороший друг и товарищ Шамир пишет мне такое. Сейчас, кстати, короче, мы встали в 8 утра, сейчас 9.40. Это мы приехали сейчас уже на сбор. Сбор чего? Мне Шома пишет ночью, часа, наверное, в 2. Говорит, поехали в Бородино. Я говорю, зачем? Ну, Антикоп едет к детишкам, в детский дом, с ними съездит. Я говорю, окей. А я-то думал, что Бородино это километров 30 от города, а не 140. А может больше. А может и больше. Ну, в общем, все-таки детишкам едем. Стоим сейчас вот на пограничниках, ждем, пока есть другие товарищи из Антикопа прибудут. А что это у тебя? Ты мухаешь? Да, это чай. Очень вкусный чай из бегемотов. В этом пробеге участвовало очень много людей. Очень много экипажей изъявили желание ехать в детский дом. Дорога до Бородино была довольно долгой. И несмотря на то, что мы были в окружении абсолютно незнакомых нам людей, мы чувствовали себя комфортно. Все были дружелюбны и понимали, что делают хорошее, общее дело. Пусть это мероприятие не такое серьезное, как Смотра Ран, но ребята из Антикопа сделали все, что было в их силах. Припарковавшись у детского дома, все дружно начали носить коробки с игрушками и вещами для детей. Также ребята из Антикопа и ученики 51-й школы Красноярска развлекали, общались и играли с детьми. Дети же в свою очередь пели для ребят песни, рассказывали стихи и танцевали. После завершения развлекательной программы всем детям были подарены небольшие предновогодние подарки, которые заметно прибавили им настроение. В рамках этого небольшого автопробега Антикоп подарил детям не только какие-либо материальные ценности, но и так необходимое им внимание и заботу. Но и дети подарили всем нам много незабываемых эмоций. Я хочу выразить благодарность ребятам из Антикопа за подаренную возможность съездить с ними в Бородинский детский дом и призываю абсолютно всех людей без исключения поддерживать и участвовать в подобных акциях. Ведь ваш, пусть даже небольшой, вклад может подарить ребенку счастье.